Самое большое событие недели – Дав заказал мужскую пещеру. Это же по-мужски! Боже мой! Мы отплатим им вкусным тортом. А сверху кто? Парень из мужской пещеры! Мы делаем гигантский пакет с соком. Я еще никогда не доставляла торт 12 часов. Едем в Чикаго. Мы едем в Чикаго, чтобы принять участие в шоу. Поприветствуем Джеффа Манхорна! Да! После школы кондитеров я решил делать торты по-своему. Я открыл свою кондитерскую и нанял самых талантливых работников – моих друзей. Мы все делаем сами. Больше, лучше, классно. Для меня самое главное – это торт. Первоклассный кулинар. Привет! Как поживаете? Алисон Дебуа – экстрасенс, ведущая шоу «Медиум». Я подумала, может, она проверит наше здание, пока она здесь. Я чувствую какую-то активность духов в том дальнем углу, у двери. Мне было трудно дышать. Именно так мы ищем тела, когда сотрудничаем с полицией. Правда? Да. Может, там просто сильно пахнет какао? Я абсолютно верю в паранормальные явления и экстрасенсорику. Думаю, дело в здании. Но вряд ли здесь полно призраков. Здесь мы часто играем музыку. Пожалуй, это самое страшное место в кондитерской. Я всё время вижу высокого, тощего человека в чёрном сюртуке, похожего на гробовщика. Полагаю, он когда-то работал здесь. Вот почему здесь тяжёлая атмосфера, и мне трудно дышать. Похоронное бюро, значит. Надо дать ему имя. Ты же не веришь в призраков? Думаю, мы с Анной придумаем имя. Да, пожалуйста, я не против. Пусть он будет моим воображаемым другом-гробовщиком. Воображаемым? Он здесь. Не знаю, заметили ли вы здесь толпу парней с камерами. А также, что в подвале начался серьёзный ремонт. Есть такое телешоу, называется «Мужская пещера». Они придут, чтобы построить такую пещеру у меня в подвале. Это будет новое место для репетиций нашей группы. Это же по-мужски. Ты делаешь торты. По телевизору ты кажешься выше. Ты тоже. Теперь и ты себя великаном чувствуешь. Итак, значит, ты делаешь торты, а потом, когда тебе надо расслабиться, выпускаешь пар в своей маленькой грязной комнатушке. Да, там грязновато. Комната для репетиций в таком виде, что ей всё, что угодно пойдёт на пользу. Это просто маленькая грязная комнатушка. Там есть лампы. У нас есть светильники. Мы называем это просто свет. А чем вам лампы не нравятся? Ты говорил что-то про салфетки? Нет-нет, там целый список всего. И салфетки тоже. Мы пришли построить Даффу мужскую пещеру. Она ему очень нужна. Вверху всё очень мило. Заходишь в кондитерскую, там хороший пол. Но он не вписывается в этот интерьер. Верно, совершенно. Тони Сирогуса также известен как гусь. Думаю, это довольно точное сравнение. Он высокий, с очень длинной шеей. А где я? Этот? Спасибо за чёрные волосы, я это оценил. Стараемся. А где Джейсон? Вот, маленький весельчак. Это он? А ты симпатичная. Сама красишься? У тебя симметричные брови. Спасибо. Я всегда смотрю на брови. Да? Твои брови мне нравятся. Спасибо. Я поглубже надвинул на глаза бейсболку, чтобы он не заметил, какие у меня красивые брови. Я где-то видел это фото. В розыске. Ты ездишь на Харлее? Нет, на Веспе. Это на таком мопедике, что ли? Да, на скутере. Он там стоит. Видел? Парни, собирайтесь, мы уходим. Эти двое стоят друг друга. Они всё время старались друг друга перекричать. Выжимает 110. Да ладно, 110. Хочешь прокатиться? Нет, нет. Постой, слушай. Я веду шоу «Мужская пещера». Если меня увидят на этом, меня уволят. Думаю, ведущий шоу типа «Мужской пещеры» должен всегда вести себя как мачо. Привет, как ты? Слушай, тут один парень, Дафф, кондитер. Он ездит на Веспе. Прокатишься с ним на перегонке? Что скажешь? Тони устроил гонку между Даффом на его Веспе и гольфкаром на электроприводе. Итак, слева у нас два парня. Я понятия не имею, кто они. Справа наша знаменитость. Дафф, король тортов. Поприветствуем их. На старт. Внимание. Марш. Итак, они стартовали. Гольфкар вырвался вперёд. Да. Дафф выиграл гонку у гольфкара. Его самооценка была восстановлена. Это было забавно. Джефф и Томми отвечали за торт для мужской пещеры. Это и выговорить-то непросто. Торт для мужской пещеры будет представлять собой строительную площадку. Со всеми этими парнями, которые забивают гвозди, сверлят, пилят. У тебя есть мужская пещера? Пригодилось бы. А я смогу спускаться туда иногда? Приносить тебе пиво? Чтобы прибраться там. Хорошо сказано. Здесь нужно зашкурить. Рано ещё. Да что с тобой? Мы же работаем. Ты меня убиваешь. Слушай, я главный специалист по пещерам. Да это самое большее, что он сделал за последние пять шоу. Было так забавно наблюдать за тем, как Джейсон и Тони ведут своё шоу. Тони так похож на Даффа. Также постоянно отвлекается, перескакивает с темы на тему. Стоит ему увидеть что-то блестящее, он уже тут как тут. Электричество вырубили. У нас проблема. Электричество отключили не только здесь. Думаю, фонари на улице тоже не горят. Всё обесточено. Не только моё здание. Я думала, электричество отключилось из-за парней из мужской пещеры. Но может, из-за привидения? Здесь никогда не бывает так тихо. Жутковато. Хорошо, хоть в окна свет просачивается. Для Джеффа и этого достаточно. Джеффа Мэнхорна, темнотой не напугаешь. Мы работали в темноте при открытых дверях и свете, попадавшем внутрь из окон. Я сейчас на кухне вырезаю логотип шоу «Мужская пещера». Я открыла дверь подсобки, чтобы впустить немного света. Смотрите. Да это же тот парень из «Лимбискет». Можешь посвятить меня своим мечом джедая или камерой? Дай пять. Пойду-ка я домой. Почту я могу и оттуда проверить. Думаю, это хорошая идея. На этой неделе у нас еще один заказ. Мы делаем гигантский пакет с соком. Звукозаписывающий лейбл «Грейп Джуз Рекордс» отмечает свое пятилетие. Поэтому они заказали гигантский торт в виде пакета с виноградным соком. Я делаю наброски торта для студии звукозаписи. Пришедшая по почте спецификация, скажем так, недостаточно конкретно. Мы делаем этот пакет с соком для студии, в которой я записываю свой альбом. Мы поедем в Чикаго встретиться со своими партнерами по записи. Подарим им торт и отпразднуем пятилетие лейбла «Грейп Джуз». Я уверен, будет очень здорово. Там будет выступать группа «Елена» и ходят слухи, что Джефф тоже собрался играть. Это невероятно. Он мне играл уже года три. Он, конечно, каждый день дома репетирует, но на публике не играет, что, конечно, меня немного злит, потому что мне его музыка нравится. Кажется, Джефф собирается заставить меня сыграть. Он говорит, ему нравится, как я играю, так что посмотрим. Заметил, что гуси не выговаривают пакет с соком? Нет. Все бубнит что-то типа багет боком. Да? Парень, у тебя багет боком? Тебе заказали багет боком? Что это за заказ? Самое большое событие недели. Дафф заказал мужскую пещеру. Это мужская территория. Там хранится настоящее мужское барахло. Дайте посмотреть. Пока нельзя. Я сейчас занырну сюда, как Тони Сирогуса. Не заставляй выпроваживать тебя, Дафф. Ладно. Меня не пускают. В своей комнате я бы сделала пол в форме трамплина. И стены, обитые пенополиуретаном. А на потолке такие кнопочки. Нажмешь на кнопочку, а с потолка сыплются конфетки. Здесь, в кондитерской, я чувствую себя в меньшинстве. У нас всего четыре парня и тринадцать женщин. Это правда. Здесь работает больше девушек, чем парней. Однако один гигантский футболист стоит десяти нормальных парней. Когда-то я комментировал игры национальной футбольной лиги. Да, голос у него что надо. Парень, спасибо, что помог им с нашим тортом. Я Мэри Смит, и я обожаю футболистов. А это моя подружка Кэтрин. Она тоже от них без ума. Так, сегодня мы закончим работу над этим тортом. Ребята напряженно работали, и мы оплатим им вкусным тортом. Я наношу панели на фасад торта для мужской пещеры, чтобы он выглядел как незавершенный проект. Мы хотим расставить работников так, как будто они вместе строили торт. И, конечно, гусь в самом верху. Гусь, конечно, был самой прикольной частью этого торта. Он стоял наверху торта и как бы командовал всеми. Мне очень нравится этот торт. Он неплохо получился. Мы пытались показать то, что они делают. Мужские пещеры. Я начинаю вырезать бисквит для пакета с виноградным соком. Это, пожалуй, наш любимый бисквит. Тыквенный с шоколадной крошкой. Думаю, я уже могу сказать, что с нами в кондитерской работает представитель клиента Grape Juice Records. Он не работник кондитерской, но работает с нами. Запутанно, правда? Принимать этот прекрасный пакет с соком будет наш звукооператор. Ник и его друг Ян – владельцы звукозаписывающего лейбла, подписавшего контракт с Даффом. Я должна полностью доделать пакет с соком до завтрашнего обеда. Не знаю, когда мне удастся поспать. Наверное, завтра в машине. А везти ее будет Джефф Мэндхорн. Ставить трубочку оказалось щекотливым делом. Я прослежу, чтобы ты не увлекся. Первоклассный кулинар А где гусь и парень, на котором вся работа? Это ты правильно сказал. Посмотрите, это съедобно? Я даже не хочу это есть. Смотри, кто это сверху? Специалист по мужским пещерам. Идите сюда, вы должны это видеть. Зацените. Было здорово смотреть, как они восхищаются тортом. Мы делаем красивые торты. Но главное, мы не забываем, что они должны быть вкусными. Невероятно. Официально заявляю. Я впечатлен. Ребята, вы не только изготовили потрясающе красивый торт, он к тому же и очень вкусный. Готов все съесть. Очень вкусно. Ребята, он показал нам свою штуку, покажем ему нашу. Пойдем. Боже мой. Мы очень гордимся своей работой, так же, как ребята гордятся своей. И в конце концов, мы хотим, чтобы Даффу действительно понравилась комната. Я уверен, он не будет разочарован. Можно смотреть. Открывай глаза. Боже мой. Смотришь шоу, где переделывают комнаты, а потом эти люди приходят в дикий восторг. И понимаешь, что по-другому и невозможно реагировать. Слушай, гусь, это мужская пещера. Достойное место для репетиции. Мы теперь как настоящая команда. Потрясающе. Официально заявляешь? Конечно, я объявляю, мы настоящая музыкальная группа. Тони. Мужские объятия, все нормально, приятель. Все нормально. Это потрясающе, парни. Вы сделали невероятное. Нам определенно очень крупно повезло. Парни из мужской пещеры, спасибо. Вы супер. Я рисую на пачке сока завитки виноградной лозы, как на их логотипе. Они его не часто используют, а мне нравится. Я повезу этот торт вместе с Еленой. А у Дафа назначена там встреча днем раньше. Так что он встретит нас уже в Чикаго. Готовый торт я увижу только частично. Я не буду знать, как он выглядит полностью до самого Чикаго. Я еще никогда не доставляла торт 12 часов. Я вообще всего два раза участвовала в доставках. Так что это для меня ново вдвойне. Думаю, клиенту торт понравится. Едем в Чикаго. Путь не близкий. Осталось проехать пару штатов. Грэйп Джуз Рекордс располагается в пригороде Чикаго. Они устраивают вечеринку, на которой будет играть команда Дафа. И Даф пытается убедить меня выступить. Группа Елены и Крякви тоже будет выступать. Джефф сказал, ладно, захвачу с собой гитару. Не уверен, что буду выступать, но по крайней мере привезу гитару. И я сказал, ну пожалуйста, выступи. Привет, как вы? Как добрались? Нормально. Привет. Торт нормально сохранился? Да. Боже мой. Отличный торт. Спасибо. Обычно на пачке сока вы видите большой красивый логотип. Однако Елене почти удалось превратить коробку виноградного сока в коробку с вином. Я сама удивилась, как красиво вышла пачка сока, потому что сам логотип похож на кляксу. А на торте разместилась красивая надпись «Поздравляем с пятилетием». Самая красивая коробка сока, которую мне доводилось видеть. Я немного нервничаю. Меня беспокоит то, что я должен приложить усилия, чтобы вставить трубочку. А что, если я ее пробью? Вставить трубочку оказалось щекотливым делом. Только верхняя часть торта была из бисквита, а нижняя – из цельного пенопласта. Здесь что, только один слой? Всего один. Я прослежу, чтобы ты не увлекся. Сейчас. Сейчас пробью. Да. Браво. Там было темно. Мы попросили ребят из клуба включить свет, чтобы мы могли видеть, что делаем. И услышали, что светлее сделать просто нельзя. У меня на телефоне есть фонарик. Да, я видел. Я, наверное, всем твоим друзьям шлю СМСки. Стой, кажется, мне кто-то звонит. Да, телефон вибрирует. Кто звонил? Это я тебе звонил, Дав. Ты пропустил звонок. Что? Нет, нет. Он должен был сказать по поводу телефона. Я играл на многих рок-шоу, но это было одним из лучших. Было действительно здорово. Я редко прихожу в зал, когда играют другие группы, но в этот раз я разошелся. Все веселились. Вечер удался на славу. В середине шоу мы с Даффом вынесли на сцену торт и вручили его Нику с Яном. Привет, Чикаго! Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать пятилетие лейбла Грейп Джус. А как обычно справляют дни рождения? Для этого нужен торт. Сегодня мы отмечаем пятилетие студии, пригласив ряд музыкальных групп, семьи и друзей. Обычно я сам занимаюсь звуком для шоу и каждую неделю вижу, как работают ребята из Charm City Cakes. Думаю, они могли сделать что-то и получше. Да нет, Джей, я просто пошутил. Они были как обычно на высоте. Торт выглядит отлично. Грейп Джус! Грейп Джус! Атмосфера вечера была очень позитивной. Всем досталось по кусочку торта, чего обычно не бывает на шоу. Группа Елена исполнила пару хороших новых песен. Они играли громко, звук был прекрасный. И, наконец, в самый последний момент, Джефф сказал, ну ладно, я тоже сыграю. Приветствуем Джеффа Манхорна! Он каждый день делится с нами своим сердцем, вкладывая его частичку в каждый торт. И здесь он также поделился с нами своим голосом и музыкой. Здорово, что он выступает только раз в пару лет. Это делает его музыку особенной. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Это вы бросили? Даже не знаю, что сказать. Надеюсь, у вас есть еще одни. Да! Если бросают белье, значит, песня понравилась. Она сказала, я не смогла устоять перед этим парнем. Да. Девушки обожают музыку Джеффа. Джефф. Субтитры сделал DimaTorzok